Здравствуйте, мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. Сегодня у нас новый долгожданный гость, это Владимир Хандоги. Я хочу немножко вас с ним познакомить. Это президент Украинской ассоциации внешней политики, чрезвычайно полномочный посол, опытный дипломат. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Ну, наверное, может быть, с близкого Украины вопросом мы начнем, а потом плавно пройдемся по странам и континентам, что называется. Британский эксперт Глен Грант заявил, что Украина в шаге от войны в Азовском море. Вы, как опытный дипломат, скажите, вы тоже так рассматриваете эту ситуацию? И тогда, если да или нет, тогда в зависимости, что делать? Ну, во-первых, к сожалению, я не знаю эксперта Глена Гранта, и насколько его мнение авторитетно. Мое личное мнение, что, естественно, мы от войны далековато. Это с одной стороны. С другой стороны, мы уже имеем войну. Поведем боевые действия на востоке Украины, которые экспансирует Российская Федерация. Поэтому, де-факто, Украина уже в состоянии войны. О войне на Азовском море говорить, по-моему, преждевременно. Да, там есть серьезная проблема, которая требует своего, скажем так, урегулирования в той или иной форме. А та именная форма, собственно говоря, это два варианта. Первое. Продолжать работать или жить и бороться с агрессором в рамках существующего договора о статусе Азовского моря, который был подписан, если я не ошибаюсь, в 2003 году, и который, в общем-то, очерчивает определенные рамки взаимоотношений. Главное, он позиционирует Азовское море как внутриморье и для совместного использования России и Украины. Либо отказаться от этого договора и перейти на регулирование ситуации в этом регионе через Конвенцию ООН по морскому праву, которая также является важным международным правовым инструментом, страной которой является и Российская Федерация, и Украина, и которая также налагает определенные форматы сотрудничества, в том числе и в закрытых морях. С моей точки зрения, дальнейшее развитие отношений в рамках этой Конвенции для нас более перспективно, нежели в рамках этого договора о статусе Азовского моря, о котором я упоминал. Но нужно вспомнить, что тот договор был подписан, если не сказать, в спешке, но в определенной степени под давлением форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после попытки, скажем так, аннексии Тузлы. Тузла, конечно. И тогда было поручено Министерству иностранных дел всем соответствующим учреждениям быстренько подготовить какой-то правовой документ, который бы, ну, хотя бы на какое-то время урегулировал отношения с Российской Федерацией. Так вот, то соглашение, о котором я сейчас упоминаю, оно четко фиксирует Азовское море как внутренние воды Российской Федерации и Украины. Хотя, очень важный элемент, на который я хотел бы обратить внимание, и на который мало кто обращает внимание, речь идет о том, что, если я не ошибаюсь, в статье 2 этого договора говорится о том, что исторически это море является, так сказать, внутренним морем России и Украины, исторически, но не юридически. И вот, ну, для меня это очень важная такая констатация, которая, на мой взгляд, дает основание, ну, как бы, ставить вопрос. Хорошо, исторически оно там, да, испокон веков, все остальное, это все эмоции, а вот юридически. Поэтому юридический статус, если читать четко, досконально, этот договор, это соглашение, юридический статус не установлен фактически. Вот это, я бы сказал так, пища для размышлений многим юристам, международникам, которые должны поиграться, как бы, словами вокруг этого поговорить. И второе важное обстоятельство в этом договоре, этот договор четко предусматривает необходимость делимитации и, вернее, даже там, не так, по-моему, если я не ошибаюсь, речь идет о том, что Украина и Россия должны провести границу, то есть разграничить зоны своей, как бы, ответственности в этом бассейне. Ну, вот эти есть два элемента, которые, в общем-то, играют в нашу пользу. Но, с другой стороны, скажем, если мы попадаем под зонтик Международной конвенции по морскому праву, выйдя из этого соглашения, мы приобретаем некоторые другие позитивные моменты, в том числе, скажем так, линия, то есть внутренние воды будут отсчитываться по формуле именно этой конвенции, это, как говорится, 12 морских миль, там речь идет о исключительно экономической зоне, то есть мы будем, как бы, жить в рамках Международной конвенции по морскому праву. То есть вот такая ситуация с Азовским морем, она очень достаточно острая, но говорить о какой-то войне, думаю, преждевременно, хотя потенциально это такая, знаете, ржавая мина, которая может в какой-то момент и взорваться. Поэтому нам нужно, нравится это нам или нет, принимать политическое решение, базируясь на юридических и других обстоятельствах, экономических, в том числе, об экономике нельзя забывать. И, как бы, либо продолжать быть стороной соглашения 2003 года, либо его динансировать и переходить на регулирование наших взаимоотношений там, в этом бассейне, в рамках конвенции по морскому праву. Ну, а теперь перейдем, наверное, сразу, прямо, сразу с места в карьер, что называется, к выборам в Штатах. Вот многие же там даже в Штатах писали, что это такие судьбоносные выборы, что вообще от этого зависит судьба всей Америки. Многие писали, что и всего мира. Потом интриги добавляли, конечно, американские всякие средства массовой информации, которые говорили, что чуть ли не накануне советники Трампа предупреждали его о том, что он может потерять две палаты, и готовили его к этому. В общем, много интриг, много чего было. Вот вы мне скажите, вот такой расклад вами был ожидаем, и повлияет ли это каким-то образом на расстановку сил в мире, и, значит, на активность Трампа на разных направлениях международной политикой? Ну, да, действительно, были большие ожидания и прогнозы, и различные комментарии по отношению к этим выборам. Многие называли эти выборы как референдум в поддержку, или, наоборот, в неподдержку президента Трампа. Ну, как всегда бывает в истории и в политике в том числе, истина получилась где-то посередине. Если такие вот, ну, как бы оптимисты, демократы-оптимисты считали, что они победят в двух палатах Американского Конгресса, именно в Плате Представителей и Сенате, а республиканцы соответственно рассказывали, что они не отдадут ни ту, ни другую палату, то в итоге получилось ровно пополам. Значит, демократы победили и получили большинство в Плате Представителей, а республиканцы удержали свое большинство в Сенате. Поэтому, как бы говорить о тотальной победе демократов не приходится, и, с другой стороны, нельзя и утверждать, что вот республиканцы вышли, скажем так, сухими из воды. Это расклад сил вот такой, очень важен с точки зрения известной темы об импичменте президента Трампа, о которой очень много говорят, на который очень сильно, на результат бывали именно демократы, ожидая победу в двух палатах, но мы знаем, что фактически решение об импичменте принимает Сенат, а на сегодняшний день Сенат остался республиканским. Поэтому, мне кажется, ситуация или там проект или тема, связанная с импичментом президента, она сегодня, в общем-то, отходит на второй план. Мы, не мы, а они находятся уже в середине каденции президента Трампа, и, мне кажется, на мой взгляд, перспектива импичмента, в общем-то, отодвинулась. Если не сказать, что она, в принципе, уже на сегодняшний день нереализуема. Единственное, остаются еще результаты работы специального представителя Мюллера, который ведет расследование, соответствующие его выводы также будут играть важную роль. Но, мне кажется, что сейчас, сохранив в Сенате большинство, президент Трамп будет активно давить на, скажем так, правовую правовую составляющую, или, скажем так, своей администрации, или вообще всего эстеблишмента, а именно на спецпрокурора Мюллера, на министра, вернее, ну, министра юстиции, соответственно, генерального прокурора, который уже, как мы знаем, написал заявление об отставке. Господин Сэшенс написал заявление об отставке. Не забыл упомянуть, что он это делает под давлением президента Трампа. Вот поговаривают, что следующим кандидатом на вылет есть именно спецпрокурор Мюллер. И, мне кажется, Трамп попытается свернуть деятельность правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки, ну, свернуть их деятельность и, как бы, ну, закрыть тему вмешательства России в выборы и так далее. Тем более, ситуация в экономике страны, в принципе, играет ему на руку, безработица падает, растут количество рабочих мест, поэтому, то есть, рядовые американцы в целом не видят проблем с нынешним президентом. Эти проблемы видят, как правило, за рубежом больше, нежели внутри страны. Ну, вот такой расклад. Поэтому выборы были важными. Как я уже сказал, они где-то отыграли свою роль, и страна остановилась где-то посередине между двумя возможными сценариями, именно импичмент и тотальная победа Трампа. А вот сможет ли, вот это скорее развязало Трамп уроки или наоборот связало? И вот сможет ли теперь Трамп, ну, не знаю, изменить какие-то свои шаги политику по отношению к другим странам, ну, в частности, по отношению к России, например? Ну, в принципе, я не думаю, что в определенной степени да, это развязало ему руки, потому что, я думаю, и республиканцы опасались поражения в Сенате. Если бы это случилось, то, конечно, была бы совсем другая ситуация, поэтому победа, вернее, сохранение большинства в Сенате, оно в определенной степени развязало ему руки вот эта первая ласточка генпрокурора министра юстиции Сэшенс, вот, пожалуйста, он его тут же, на него было очень много нареканий со стороны Трампа, он его обвинял в том, что он не его генпрокурор, он все делает для того, чтобы, значит, подыгрывать, вернее, скажем так, спецпрокурору Мюллеру и так далее. Поэтому в этом смысле да, но, с другой стороны, эти руки развязаны не настолько, чтобы Трамп мог игнорировать вообще мнение законодательного органа. Вот большинство именно в плате представителей, оно очень важно для продвижения всей политики в Соединенных Штатах Америки, и прежде всего нужно помнить, что санкционная политика, она сегодня находится в большей степени в руках именно Конгресса, и прежде всего в руках Палаты представителей. В свое время Конгресс уже проголосовал некоторые законодательные акты, которые ограничивают возможность Трампа как бы в санкционной политике Соединенных Штатов Америки. Поэтому говорить о том, что результаты этих выборов дают возможность Трампу как-то смягчать санкционную политику, я бы так не сказал, потому что, повторяю, это все в руках Конгресса. А Конгресс пока, по крайней мере, одна из его палат находится в руках демократов. Ну и теперь Трампу Европа. Очевидно, что не просто складывались отношения у Трампа и с Меркель, и с другими лидерами Европейского Союза, несмотря на дружественное похлопывание Макрона по плечу. Все-таки не выглядит, что Запад сохраняет такую целостность, потому что можно вспомнить и санкции, которые налагались, и вот создание объединенных вооруженных сил, о которых было заявлено, и несколько стран вошли, европейских вооруженных сил, которые вошли несколько стран, здесь мы не видим штатов. И вспоминается мне и саммит стамбульский, и знаменитая фотография, где Меркель, Путин, Эрдоган и Макрон, и тоже нет штатов, да? Держась за руки. Держась за руки, да, это очень такое символично. Вот теперь вот эта ось Европа и Трамп. Ну, однозначно, отношения между Европой и Соединенными Штатами, после прихода к власти Трампа, по крайней мере, они стали лучшими. По моему мнению, они стали худше, нежели перед этим. Трамп успел поссориться по многим вопросам с различными государствами Европы, в том числе даже по некоторым моментам и с ближайшими союзниками Великобритании, из Германии, по различным международным проблемам. И выход из Киотского протокола, и выход из соглашения по санкциям против Ирана и так далее. Вот отношения стали более напряженными, и это подталкивает, да. Нужно вспомнить позицию или там Демарша Трампа во время саммита НАТО. И фразу Меркель, где она говорит, мы уже не можем полагаться на Штаты. Да, где он буквально там стучал кулаком. Ну, к счастью, нет туфлей, как это было много лет тому назад в ООН. И как бы учил европейские страны, как нужно тратить деньги. В этом есть доля правды. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день платят львиную долю в бюджет НАТО и не только НАТО, различные другие международные организации, в принципе, они вправе требовать какой-то более эффективной отдачи. Но форма, в которой это было сделано, она, в общем-то, в крайней мере, на себе не оскорбила европейцев. И вот после этого начались, вернее, активизировались, потому что начались немного раньше разговоры о создании, так сказать, ну, грубо говоря, собственной армии, которая могла бы там защитить Европейский Союз. Мне кажется, эта перспектива очень отдаленная. Я убежден, что европейцы не смогут создать ничего такого, что могло бы заменить систему коллективной безопасности Европы, которую предоставляет НАТО на сегодняшний день. Но разговоры пошли. Это в полной степени популистские разговоры. Где-то они внутренне играют на руку электоратам, соответствующим, прежде всего, во Франции, которая всегда занимала позицию достаточно отдаленную, ну, если не сказать, самостоятельную от НАТО. И это вот Макрон сейчас спекулирует на этой теме. И очень важно в этой связи провести параллель между строительством «Северного потока-2» и поддержкой со стороны Европы этому проекту и позицией Соединенных Штатов Америки. Трамп, в частности, ну и вообще Соединенные Штаты Америки обратили внимание, что вот европейские государства участвуют в санкциях, осуждают там Россию за ее поведение и в Солсбери, и в другие. Ну, то есть, усматривают в России такой, значит, центр, центр, который, если не сказать, центр зла, но, во всяком случае, серьезную проблему для всей Европы. И, с другой стороны, отказываются, кстати говоря, ну, не отказываются, там, с большой неохотой идут на увеличение своих бюджетов в систему коллективной безопасности, которая, в частности, направлена против России в том числе. И, с другой стороны, они вот всячески поддерживают Россию в этом проекте, сами подводя себя под возможность влияния и неизвестно какого влияния на Европу со стороны России, которая фактически после завершения строительства Северного потока-2 станет, ну, скажем так, монополистом в вопросе о поставках газа в Европу. Ну, вот тут такая нестыковка получается, и это дает возможность Трампу критиковать именно, значит, Европу за вот такую непоследовательную позицию. Опять же, вопрос о создании, там, своей структуры безопасности или, там, собственной армии, это тоже очень дорогостоящий проект. В свое время такие идеи выдвигались, это в начале нулевых, очень активно, а перед этим мы можем вспомнить, что была такая организация Западноевропейский союз, ЗЕС, который был, как бы, таким, ну, милитарным ответвлением Европейского союза. Да? А когда это было? Это было... В самом начале? В 90-е годы, в конце и в начале, оно прекратило свое существование этот ЗЕС, Западноевропейский союз, ну, где-то в середине 90-х примерно, а потом оставалась там Парламентская ассамблея, штаб-квартира находилась в Брюсселе, в том же, недалеко от штаб-квартиры НАТО. Ну, это было такая, это, эти подразделения, которые выделялись европейскими странами в состав Западноевропейского союза, они фактически, ну, не играли никакой такой прикладной роли, но это такая ностальгия по тем военным возможностям, которые в Европейском союзе были в свое время. Вот она сейчас опять, как бы, продвигается эта идея, особенно в связи с непредсказуемыми, значит, с непредсказуемыми политикой Соединенных Штатов Америки, как считают некоторые европейские страны. То есть, такая очень сложная получается ситуация во взаимоотношениях Европы и Соединенных Штатов Америки, ну, на мой взгляд, это, ну, я бы все-таки сказал, это временные трудности. Соединенные Штаты и Европа, это, как мы все время говорили, естественные союзники, и в силу таких демократических основ взаимоотношений, которые существуют в западном мире, ну, скажем, выборы, вот сегодня Трамп, завтра будет не Трамп, и там в Европе. Пересидеть Трампу, да, это выражение. Произойдут изменения и в Германии, мы знаем, что Меркель заявила о своем уходе. То есть, скажем так, запас прочности этих отношений, на мой взгляд, он достаточно высокий, и ожидать какого-то глубокого раскола во взаимоотношениях Европы и Соединенных Штатов Америки, наверное, не надо. Вот такие сложности, трения, они есть, они будут, могут еще и углубляться, но по большому счету все-таки они обречены на сотрудничество. Поэтому я думаю, что вот эта структура военная, о которой сегодня стали говорить, эта идея Макрона, ну, она не слабо представляется, как на практике это может быть реализовано. Вы знаете, о чем подумала, я подумала, когда вы говорите, как дорого создать им, европейцам, армию, я думаю, а мы-то все-таки по большому счету прямо во время войны тоже свою каким-то образом создаем. Понятно, что у них будет, наверное, других. Во-первых, масштабы другие, а во-вторых, это как бы нет, ну, как бы нет худа без добра. И мы были поставлены в такие условия, когда у нас нет другого выхода, как создавать собственную армию. Европа пока еще не столкнулась с такой отъявленной агрессией, которая бы заставила их реагировать так, как мы реагируем путем создания собственного потенциала. Но тут скорее идет борьба за пальму первенства, за лидерство. Вот такая непредсказуемость в политике Соединенных Штатов Америки, она подталкивает Европу как бы создавать свой такой местечковый какой-то механизм обеспечения собственной безопасности. Но это иллюзорно. На сегодняшний день, например, если говорить о, скажем так, возрождении Китая или поднятие Китая как глобальной силы, в том числе и в военном плане, то никакая Европа не может противостоять этому. И спрятаться не удастся, так, взрыть голову в песок. Поэтому без Соединенных Штатов Америки, реально, никакая Европа не способна обеспечить свою безопасность. В случае, если мы столкнемся вот с такими возможными актами агрессии, которые мы наблюдаем в Украине, плюс еще сюда и Китай привлечь. Владимир, вот вам, конечно, виднее, но мне показалось, что за последние годы, вот знаете, раньше мы говорили, глава Европейской комиссии сказал то-то, глава Европейского права, сказал тот-то. А за последние годы, вот, по крайней мере, по моим наблюдениям, мы все чаще стали называть имена лидеров той или иной страны. И для нас, для мира, почему-то показалось, мне так это стало важнее. То есть почему-то государства вот снова стали играть, вот, по крайней мере, мне так кажется, какую-то большую роль. И вот это я так, на самом деле, к Меркель подвожу, потому что было такое чувство, что Меркель является таким, ну, негласным или гласным лидером Европейского Союза. То есть если вдруг что, порешать, звание Меркель, ну, как-то так, упрощенно, да? Если Меркель уходит, понятно, она сказала, что она досидит, да, до конца, но ведь многие эксперты по Германии, тут ваше нужно знание, говорят, что может и нет. И вот если Меркель уйдет, как сместятся тогда вот эти центры влияния в Европейском Союзе? Можем ли мы, опасаетесь ли вы, что могут намечаться какие-то центробежные тенденции, если хотите? Ну, смотрите, честно говоря, мне достаточно часто задавали этот вопрос в последнее время, и я всегда отвечал, что давайте подождем, давайте не будем спешить, потому что до... С чем подождем? Ну, подождем с тем, когда уйдет Меркель. Остается полных три года, 21-го года, и неизвестно, уйдет ли она вообще. Ну, то есть тут в политике все возможно. Сейчас прогнозировать и строить какие-то концепции на том факте, что вот Меркель уйдет в 21-м году, мне кажется, несколько, ну, преждевременно. Те процессы, о которых вы говорите, да, они сегодня существуют, это центробежные процессы, и хороший пример этому Brexit. Есть, так сказать, эти процессы существуют и в некоторых других странах, в том числе и в странах Восточной Европы. Но, опять же, не надо преувеличивать это. Мне кажется, что центробежные процессы сегодня, они вызваны прежде всего, это на мой взгляд, чрезмерной скоростью, с которой Европейский Союз, в частности, институты Европейского Союза и, прежде всего, Европейская комиссия, пытаются интегрировать вот эту организацию, объединение, интегрировать до такой степени, чтобы иметь возможность назвать ее Соединенные Штаты Европы. Вот это как раз и подталкивает некоторые государства, и ставит их в такую позицию, давайте не торопиться, и тем самым это выводит на первый план именно двустороннее отношение государств, а не роль вот этого квази-правительства, которым является Европейская комиссия. Попытки, ну, как они все говорят, приходилось работать во многих странах Европы, и очень часто приходилось слышать вот такое непринятие и не восприятие того, что все решения принимаются в Брюсселе. Это же всегда существует вопрос национальной идентичности, собственной истории, важности, независимо от величины государства. Поэтому вот эта составляющая Европейского Союза, причем, заметьте, больше всего, ну, вот это продвигают меньшие государства. Вот Люксембург, который, здесь, у которого представляет Юнкер уже много лет, вот он и есть одним из самых таких главных сторонников объединения очень такого плотного, и объединения Европы в создании надстроечных каких-то органов, всего остального. А вот таких государств, как Великобритания, это такой не принимается. Ну, и Германия, хотя она формально стоит практически за всеми евростремительными тенденциями, которые предлагает Европейский Союз, но, я думаю, тоже у них есть определенный предел, те красные линии, за которые они вряд ли переступят. Поэтому, на мой взгляд, и сохраняется важность именно государств, которые составляет Европейский Союз, и связи, горизонтальных связей между ними, не через Брюссель, а непосредственно. Но это такие, как бы, процессы, которые неизбежны. Из этих процессов, я думаю, Европейский Союз выйдет еще более сильным, чем на сегодняшний день. Они где-то поймут пределы возможностей для интеграции и будут продолжать. Все-таки за этим всем стоит экономика. Я думаю, мало кто из государств Европейского Союза сегодня, даже те же самые государства, малые государства восточной Европы, которые также еще страдают синдромом такой собственной важности. И они, так сказать, противостоят попыткам отобрать у них часть своего суверенитета и полномочий для решения вопросов. Они все-таки вряд ли смогут реально повлиять на, грубо говоря, разрушить Европейский Союз, потому что за этим стоит большая экономическая выгода, которую они получают, находясь в Европейском Союзе. А вот на как это, в общем, сбалансировать, ну это вопрос для институций Европейского Союза. Я думаю, что они, в принципе, выйдут из этой сложной ситуации. Ну и теперь плавно перейдем к России. Куда ж без нее-то? Вот очень долго Россия, в последние годы, по крайней мере, мы говорили, что Россия – это изгой. Но вот когда смотришь на события, которые разворачиваются в мире, то все чаще задумываешься, так ли это. И вот если особенно посмотреть на Северный поток-2, о котором вы сегодня упоминали, если посмотреть на фактически односторонние санкции против Ирана, тоже, да, здесь роль России какова здесь и как она может участвовать. Если вспомнить Стамбульский саммит, тот же, о котором мы сегодня упоминали, где, собственно говоря, Путин вовлечен в процессы в Сирии, и некоторые считают, что он неплохо там себя чувствует, по крайней мере, добился того, чего нужно. Ну и так можно, собственно говоря, дальше идти по списку. Не кажется ли вам, что потихоньку, шаг за шагом Россия отвоевывает какие-то свои позиции в каких-то мировых раскладах, в такой большой глобальной политике? Ну я уж не знаю, с какими там расчетами. С расчетами смельчить санкции, отменить санкции, еще как-то. Или это все кажущееся такое? Ну, понимаете, я лично никогда не называл Россию изгоем, хотя я хотел бы, чтобы, может быть, чисто эмоционально она была не рукоподаваемой страной. Но, к сожалению, этого не случилось даже после той агрессии, которую Россия существила на Востоке, ну, в Донбассе, скажем так, и после брутальной аннексии Крыма. Даже после таких вопиющих международно-правовых выходок, скажем так, которые заслуживают на квалификацию как агрессия, все-таки западные страны всегда оставляли окно для возможного сотрудничества с Россией. И, мне кажется, Россия не стала изгоем. Даже факт заморозки отношений НАТО и России после известных событий, то все равно возьмите заявление того же генерального секретаря НАТО и везде у него звучит «Мы осуждаем Россию, мы за продолжение санкций, но мы всегда хотим сохранить возможность для каких-то отношений, для обсуждения тех или иных вопросов». Вспомните Советский Союз, ну, кто-то мог назвать его изгоем, но я работал в советское время в Организации Объединенных Наций и, как бы, доводилось участвовать в различных и международных конференциях, то с Советским Союзом разговаривали. Да, это было очень много справедливой, не только критики, а нареканий в отношении того, как ведет себя Советский Союз в тех или иных ситуациях, но назвать его изгоем, как, например, ну, можно назвать изгоем Северную Корею. Такого по отношению к Советскому Союзу никогда не было и такого нет, может быть, к сожалению, и сегодня по отношению к России. Поэтому мы обречены на поиск каких-то форматов сотрудничества с Россией, хотя бы по одной простой причине, что Россия всегда была, вернее, ну, она не всегда была, но она, скажем так, как государство, successor state. Наследник государства, да? Продолжатель, правоприемник. И продолжатель в том числе, это уже такой сложный юридический нюанс, как правоприемник Советского Союза обладать ядерным оружием. И априори нельзя считать изгоем государства, которое обладает ядерным оружием. То есть это угроза, которая существует в мире, она, нет индульгенции тут, и государство, которое обладает этим оружием, и возможностью его применить, оно не может быть априори изгоем, с ним нужно вести разговоры. Я бы назвал такую политику по отношению к России, как в свое время и к Советскому Союзу, политикой умиротворения агрессора. Это вот есть такая концепция международных отношений, это существовало еще до Второй мировой войны. Эта политика, как известно, привела к Второй мировой войне, которая... Но, тем не менее, в те годы угрозы были несколько иные, но, тем не менее, государства Европы проводили политику по отношению к Гитлеру вот именно такую, за что мы их сегодня осуждаем за тот период. Но, к большому сожалению, и сегодня во многих государствах такая вот превалирует позиция о том, что нужно вести переговоры, нельзя, так сказать, дразнить большого бурового медведя, потому что, в конце концов, он обладает большой дубинкой, которая может, как бы, и воспользоваться. Поэтому тут нужно всегда проводить... Я рассуждаю с точки... Не как политика, а с профессиональной точки зрения, как дипломат, который видел взаимоотношения вот такого порядка, которые существовали и раньше. Нужно проводить взвешенную, сбалансированную политику для того, чтобы добиться своих интересов, достижения своих целей, в данном случае по отношению к Украине, и вместе с тем не привести ситуацию, условно говоря, к Третьей мировой войне. После этого станет абсолютно безразлично, кто там изгой, а кто не изгой. Если, не дай бог, случится непоправимое, а возможности такого сценария в последнее время говорят очень многие. Поэтому я считаю, что нужно искать пути. Пути искать, проводить диалог. Вместе с тем, этот диалог не должен поощрять такие агрессивные действия со стороны государств, прежде всего со стороны России. Очень много, вот мы вспоминали «Северный поток». Это был бы хороший шаг со стороны, ну, Соединенных Штатов Америки, понятно, Европы, прежде всего, показать, что агрессивная политика, которую проводит Россия, ведь они соглашаются с этим. Аннексия Крыма, там, война на Донбассе, которая инспирируется и поддерживается Россией. А с другой стороны, вот то держание за руки и, так сказать, любовь морковь, которую демонстрируют некоторые лидеры. Вспомните визит итальянского премьера, вот недавно, в Москву. Ну, это же… Ну да, сейчас там определенные силы пришли к власти, которые вот так вот себя ведут. Но, тем не менее, поэтому нам очень важно, я думаю, в Украине и тех, кто нас поддерживает, ну, как бы, накапливать эту критическую массу, пускай так, негатива по отношению к России, ну, это фактологически, не просто так, политического негатива, а критическую массу тех угроз, которые Россия представляет и которые она реализует. Ну, вот, в ответ на изгой, вернее, так сказать, если порассуждать вокруг этого тезиса, посмотрите на резолюции, которые Украина продвигает в Организации Объединенных Наций в последнее время и которые касаются Украины и политики, агрессивной политики России по отношению к Украине. Даже возьмите первую резолюцию 2014 года, которая была внесена сразу после аннексии Крыма, значит, за резолюцию проголосовало 100 государств. Ну, знаете, стакан наполовину пуст или наполовину полон. В ООН входит 193 государства. Вот и получается. Возьмите последнее заседание Совета Безопасности, на котором был рассмотрен вопрос на Донбассе. Очень важное было политическое мероприятие, в котором прозвучала однозначная поддержка Украины и было заявлено о том, что Невуфакийский цивилизованный мир никогда не примет аннексию Крыма и нарушение России и международного права. Но когда стал вопрос о приглашении России, так провокационно запустила такой пробный шар, а давайте мы пригласим представителей Ордлу, пусть они расскажут в Совете Безопасности свою точку зрения. Ну, естественно, ряд государств выступили против, хотя мы и не являемся членами на сегодняшний день Совета Безопасности. Было проведено голосование. Вот вопрос о приглашении кого угодно на заседание Совета решается процедурным голосованием, где не существует права вето. Так вот, семь государств проголосовали против приглашения, семь государств воздержались и только Россия проголосовала за. Вот вам расклад сил. То есть практически 50 на 50. Да, 15 членов Совета Безопасности, семь государств против того, чтобы представители этого, там, кого-то они привезли, я даже не помню сейчас кого. Вот. Ну, вот это изгой или не изгой, да? Всем против, но всем просто воздержались, которые входят в состав непостоянных членов Совета Безопасности. Если мы ставим на позицию изгоем, мы вряд ли, Россия, ну, нравится нам это или не нравится. Большое государство с большим запасом прочности, как и Европейский Союз. Потому что мечтать, сидеть и мечтать, что вот в один прекрасный момент Россия рухнет. Мы только об этом мечтаем уже 4 года, между прочим. Вы сейчас развенчаете эти мечты? Да, это нас, ну, суживает наш интеллектуальный ресурс для того, чтобы думать креативно о том, как все-таки работать в этих условиях и показывать, что Россия не права, ее нужно призывать к ответу. Но как это делать, это вот вопрос к нынешним и будущим политикам, которые должны определить хотя бы стратегию видения этого курса, который необходим сегодня. Вот можем мы сегодня, мы же вот оказались в ситуации сложной. Я некоторым, наверное, некоторым экспертам вот задавала этот вопрос и вам его повторю. Мы же оказались как государство в очень сложном положении, потому что, с одной стороны, на нашей территории уже Россия и российские войска, то есть они уже пересекли границу, с одной стороны, а с другой стороны, очевидно, что западные страны, члены НАТО укрепляют свои рубежи. Украина так, где-то посерединке оказывается во всей этой ситуации. Если вы мне вот поможете понять, можем ли мы рассчитывать на быстрое вступление в НАТО, с моей точки зрения непрофессиональной, как я это вижу, но, наверное, вряд ли в ближайшие совсем года можем на это рассчитывать. Хотя, возможно, в дипломатии или что-то еще это изменит ситуацию. И если все так, и мы не являемся, по сути, сегодня ни членами Евросоюза, ни членами никаких, я не знаю, объединений безопасностных, вот на чью помощь мы можем рассчитывать. Кто раскроет над нами зонтик безопасности? Кто в этой ситуации нам поможет? Прекрасный вопрос, на который очень сложно ответить, а я не думаю, что на него есть ответ вообще в принципе. Напрашивается первый ответ, короткий, на себя. Это понятно, но, к сожалению, наверное, это самый оптимальный ответ на поставленный вами вопрос. И на себя, не только с точки зрения укрепления армии, что само по себе очень важно, вообще, на себя с точки зрения создания у себя в стране viable, как-то жизнеспособного государства. Для того, чтобы на нас не смотрели, как на failed state или там крихке, как у некоторых юридических юриспруденций есть такое международное право, государство, которое очень-очень крихке. Ненадежное, зыбкое крихке. Это, ну, понятно. Лучше украинского термина не найти. Надо утверждать, вернее, развивать экономику, создавать государство, расти и становиться государством, во-первых, в котором комфортно жить, из которого граждане не эмигрируют в другие страны. И после этого говорить о том, что такое государство хотело бы развивать отношения с другими странами и искать в дополнение к своему собственному потенциалу гарантии своей безопасности в международных структурах безопасности, такими, каким является НАТО. Ну, вы же знаете, эта тема по поводу НАТО, я был в свое время представителем Украины при НАТО с 2000 по 2006 год. Ничего себе, у вас такой опытящий практически. И при мне, вот мы впервые, не буду там все так называть, но мы принесли в то время генеральному секретарю НАТО Робертсону, Джорджу Робертсону, такой эйд-мемуар, как это называется, такая вот памятная записка. Это было даже не официальное письмо, но это было сделано, естественно, по инструкции из Киева. Памятную записку, в которой мы впервые поставили вопрос о возможном принятии Украины в НАТО. Это какие? Это был 2002 год. Ну, начало, да. Ну, там, в 1998 год это было написано на харте про особливое партнерство между Украиной и НАТО. Un distinctive partnership. Это документ, по которому мы и сегодня развиваем наши отношения. Потом вот был сделан шаг вперед. Было принято, было заседание известное Советом национальной безопасности и обороны, где-то в 2002 году, по-моему, в период перед саммитом НАТО в Праге. Ну, то есть, уже назревал вопрос. Это еще было при... Кучме. Каденции Кучме. Кучме, да. Ну, это было воспринято... Робертсон даже не хотел брать эту бумагу. Это было, так скажем, как бы похоже на какую-то бомбу, не разорвавшуюся. Не сказать, что перепугались, но, во всяком случае, как-то не ожидали от нас такого шага. И вот с тех пор уже прошло сколько? Почти 20 лет, ну, больше 15 лет. Мы вот это ходим. То мы идем в НАТО, то мы не идем. Приходит одно правительство или там президент. Мы уже, значит, объявляем о внеблоковом статусе. Приходит другой президент. Мы говорим, что мы видим себя в структурах, европатлантических структурах безопасности. Поэтому вот сейчас, как бы, какой-то период времени есть такая стабильная позиция. Я надеюсь, что она будет продолжена и в будущем. О том, что все-таки НАТО – это и есть приоритетом нашей внешней политики. Ну, вы знаете, сейчас есть идеи о том, чтобы включить это в Конституцию. Ну, это такое дело. На мой взгляд, для того, чтобы вступить в НАТО, не обязательно иметь это в Конституции. Но, хорошо, если есть такое политическое решение, пусть будет. Поэтому, должно пройти какое-то время, чтобы западные партнеры, во-первых, убедились, что это, как бы, ну, мы прошли точку невозврата. То есть, это курс, который не будет конъюнктурно изменен, когда придут другие политики, будет избран другой президент. Вот это самое главное, мне кажется, опасение, которое испытывает западное государство, когда они рассматривают возможность включения Украины или принятия Украины в состав Североатлантического Союза. Поэтому, когда мы преодолеем вот этот период, и будет абсолютно четко зафиксировано наше стремление, и если оно даже было бы позитивно, хотя, опять же, это необязательно подтверждено на всеукраинском референдуме, такая позиция, то тогда вопрос станет уже в практической плоскости. Как долго он может занять? Ну, трудно сказать. Хочу сказать только одно. Но меньше, чем 10 лет? Ну, даже не готов. Я помню, у нас была книжка, которая была издана еще как бы за часи Янукова премьера, ну там, в котором был поставлен, что в 2008 году Украина станет членом НАТО. Восьмого? Восьмого. Десять лет прошло с тех пор. Ставить сроки просто не имеет никакого смысла, но главное, надо создать предпосылки для этого. И надо всегда помнить, что в НАТО принимают не вооруженные силы, а страну. Вот если страна готова, если в этом убеждены другие партнеры, они живы. Ну, свой клуб, возьмите любой клуб, даже в Лондоне, их там масса на пол-мол. Есть такая улица, где очень много различных клубов. Это очень важно для британского эстеблишмента, но туда вступить очень сложно. По крайней мере, у вас должны быть две рекомендации такие. И потом этот совет директоров должен был уверенным быть, что вы отвечаете критериям членства в этом клубе, и что вы их не подведете и так далее. Поэтому, прежде всего, мы должны завоевать вот этот реноме свое, утвердиться, в том, что это у нас навсегда, что это действительно наш выбор, я имею в виду страны Украины. И тогда работать с государствами для того, чтобы снять другую проблему, которая существует. Это вот такое прихованное вето, или как это сказать, спрятанное, опосредованное вето, которым сегодня обладает Россия. Хотя они все рассказывают нам, что двери открыты, что Россия не имеет права, но это все слова. А на самом деле любое решение от членовства Украины в НАТО будет рассматриваться через призму реакции наших северных соседей. Как же отреагирует Россия? Это было, это сегодня есть, и я думаю, это такое останется. Ну, как она отригрывает, это понятно. Это понятно. Вот надо находить форматы, которые бы сняли озабоченности в определенной степени России. И если такие озабоченности снять не удается, нам все равно нужно проводить тогда последовательную позицию и добиваться того, чтобы это так называемое вето не мешало реализации нашего внешнеполитического курса. То есть вопрос очень комплексный, очень сложный. Говорить о каких-то часовых рамках, мне кажется, не представляется. На сегодняшний день возможно, ну хотя бы реалистично оценить, сколько потребуется времени. Я бы хотел, чтобы это, ну знаете, с точки зрения, там мы говорим, стандарты, мы должны соответствовать. На самом деле это чисто политический вопрос. Ну конечно. То есть вопрос политического решения. Когда мы принимали, они принимали, скажем так, Болгарию, Румынию, нам далеко до соответствия критериев было по многим параметрам. Но было принято политическое решение. И у этих стран, у тех стран были серьезные внутренние адвокаты. И в Румынии это была Франция, и в Болгарии были адвокаты серьезные. Поэтому нам нужно искать еще вот такую, значит, внутреннюю поддержку. А для этого нам, я возвращаюсь к первому тезису, надо строить жизнеспособное государство, которое будет не обузой для НАТО, а added value, добавленной стоимостью. Добавленной стоимостью. Владимир, я уж не знаю, насколько дипломату можно задавать этот вопрос, но вот тема внешнего управления все чаще поднимается в Украине. У нас есть еще вот буквально точно 10 минут, поэтому думаю, может, хватит на время эту тему осветить. Вопросы внешнего управления. Вот даже на моей памяти я вспоминаю реакцию западных послов на разные ситуации, которые происходили в Украине, и никогда она не была такой детальной, предметной. И я бы сказала, иногда даже унизительной. Ну, по крайней мере, мне так кажется, по некоторым пунктам, которые точно уже совершенно такие, уже, казалось бы, внутреннее дело Украины, что-то, да. Вот вы как дипломат... Да, и второе. Вот у нас там был недавно Сергей Датюк, он такую фразу сказал, что мы уходили от внешнего управления со стороны России и как-то неожиданно попали под другое внешнее управление. Вот, ну, это как бы философский, да, Сергей Датюк, он там философ. Вот вы мне как дипломат скажите, есть ли в Украине вот проблема внешнего управления, и если она есть, то как она может решаться, и вообще нужно ли ее решать? Или наоборот лучше ее углубить и вот на этой операции и таким образом получить своих адвокатов? Ну, знаете, я тоже постараюсь ответить как-то философски. Во-первых, знаете, известная фраза, что жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. То есть мы все зависимы. Вот мы, живя в нашем украинском обществе, мы зависимы от чего-то, от кого-то. Если мы в более глобальном смысле посмотрим на роль вместо Украины, ну, скажем там, в мире, то, конечно, мы так зависимы экономически и политически. И поэтому из этого нужно исходить. Я вспоминаю годы, когда была дискуссия по поводу многовекторности в нашей внешней политике. Сегодня эта многовекторность, собственно говоря, или, так сказать, она сродни вот этому внешнему, если мы развиваем отношения с теми или иными государствами, значит, мы попадаем под зависимость этих государств. Поэтому я думаю, что, тем более, если мы ставим перед собой цели, как, например, интеграция европейской структуры и евроатлантической структуры, то быть, знаете, так вот, замкнуться в себе, не воспринимать внешнее воздействие невозможно. Насколько глубоки и насколько они отвечают интересам государства, вот это важный вопрос. Если так называемое внешнее воздействие, или, как вы сказали, зависимость, Управление. 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 Я бы вообще не использовал слово «управление», потому что, прожив из 40 лет на дип-службе, 20 за границей, я точно знаю, что никто, ну, по крайней мере, это моя личная точка зрения, никто ни в Европе, ни в мире не собирается нами управлять. Воздействовать, да, для того, чтобы Украина, если она того хочет, была надежным партнером тех или иных групп государств или того или иного государства. А вот внешнее управление вот так само по себе вот сидит там кто-то в Вашингтоне и решает, ну, давайте поуправляем Украиной. Зачем? Это им не нужно. Это нужно нам. Но воздействовать на нас через какие-то институты и механизмы, они могут и готовы, если мы этого хотим. Другое дело, мы иногда, у нас это дело заходит слишком глубоко, и мы самостоятельно отдаем инициативу, ну, грубо говоря, я вот из своей отрасли. Мы были два года членом Совета Безопасности. В военное время, между прочим, правда? Да. Ну, и нас избрали там на волне. Ну, и как мы воспользовались этой возможностью? На мой взгляд, не очень эффективно. И если взять такой вариант, вернее, такую ситуацию, что мы могли бы поставить вопрос Совета Безопасности, предложить проект резолюции, который мог бы быть проголосованный, естественно, завитированной Российской Федерацией, ну и так далее. Но, тем не менее, проявить себя, проявить свою позицию, показать нашу стратегию, как мы видим. Россия, кстати, положила на стол Совета Безопасности проект резолюции по тем же миротворцам, как они это видят. Да. Мы же, вот, отдали инициативу, и на мой вопрос, там, ко многим своим коллегам я задавал, ну, почему мы это? Ну, там, вот, Соединенные Штаты Америки, там, другие постоянные члены, вот они сейчас ведут, мы, то есть, нам сказали, вы там посидите, помолчите, мы за вас тут все… Порешаем. Ну, по крайней мере, будем вести переговоры и предложим вам то, что… Вот это, то, чего нельзя допускать. Мы должны всегда демонстрировать свою собственную позицию. И даже если… Я же знаю, как это иногда бывает нам, так, советуют. Ну, ребят, вы там не очень, там, дергайтесь, мы там, вот, переговорим, проведем переговоры, и все будет хорошо. И тогда создаётся впечатление, что мы находимся под управлением. Вот такого допускать нельзя, мы должны чётко проводить свою позицию и её декларировать, не оглядываясь на то, что подумает Вашингтонский обком по этому поводу. Поэтому вопрос сложный. Первое, значит, я не думаю, что у нас есть внешнее управление, на нас, естественно, воздействует, но только в той степени, в которой мы готовы получать такое воздействие. Те же самые наши западные коллеги и друзья, они всегда говорят, я думаю, они говорят это искренне. Мы готовы работать с любым правительством, или с властью, которую изберёт украинское общество. Так вот, чтобы у них было в приоритетах буквально первые пять пунктов внешней политики Соединённых Штатов Америки, это вот, как управлять Украиной, такого нет точно. И вы посмотрите, о каком управлении идёт речь и уровень этих управляющих. Мы вспоминаем Викторию Нулан, 25-го помощника, там, какого-то секретаря государственного. То есть это искреннее их желание нам посодействовать в решении тех или иных задач так, как они это видят. Если нам это не надо, так, пожалуйста, кто же нас заставляет быть под этим управлением? У меня ещё много вопросов, но я вынуждена уже отпускать Владимира, потому что мы замучили его вопросами. Владимир, спасибо вам огромное, что были сегодня у нас в гостях. Пожалуйста. Я хочу напомнить, что Владимир Хондоги был сегодня гостем прямого эфира на Укрлайф-ТВ, президент Украинской ассоциации внешней политики, чрезвычайно полномочный посол. А вы оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф-ТВ. Укрлайф-ТВ